Работа с насильством про створение органов территориального громадского самокирования. Сегодня в Гомеле старшины советов депутатов обмерковывали новые подходы по створению больше комфортных умов для проживания жихаров региона. Каким образом, плануется реализовать эту задачу, ведут наши корреспонденты. Добропорядкованные территории, маленькие архитектурные формы и детские гульновые плясовки. Уже несколько лет в Гомеле дейничают комитеты территориального громадского самокирования. При наявности у их составе инициативных людей отримливается шмат, и дворы в парадок приводятся, и автомобильные стоянки створаются. С 2015 года сироткомитетов проводится агульно-городское споборнство, в выниках якого можно отримать премию. Правда, пакуль таких органов громадского самокирования в областном центре не шмат. Усяго 31. Первое место премия 100 базовых величин за 2.50, за 3.25. Ну а самая цель этих ктосов – это привлечь людей к тому, чтобы они считали своим жильем не только квартиру, но и дворовую территорию, и микрорайон, в котором они живут. Органы территориального громадского самокирования працуют разом с районными администрациями и коммунальными предприемствами. Такое замодеяние дозволяя реализовать частку планов с притягнением спонсоров. У наявности подобных формирований у местовой улады затекавлено по некольких причинах. По-перше, на доброе упорядкование дворовых территорий не накировываются бюджетные сродки. По-другому, тут практически николи не региструются факты вандализма и антисоциальных поводзинов. За это назирают сами же хары. Мы с вами же адекватные люди отдаем отчет, что вот эти все на дворовых территориях благоустройства, детское игровое оборудование, оно привлекает не только детей, оно привлекает и асоциальные элементы, где им удобно расположиться в беседке, распить спиртные напитки, слабоалкогольные, крепкоалкогольные, покурить, ну и обязательно что-нибудь сжечь или поломать. В Гомельском городском совете кажут, что не все органы территориального громадского самокирования працуют однолького эффективно. У якости одного из лучших прикладов – проспект Цудов. Гот тому мать с маленькими детьми собрались у дворы и констатовали «гулять детям не амадзе». Одинная песочница взломалася, а об ничем іншим тады навэт и размова не шла. Идею внести власные сродки на доброе упорядкование территории спочатку не усею спрыняли становча. Зато эти первые, их есть добрые подставы для гонору – власный детячий городок. Правда, выкорастовывается гэтая территория не только для гульных неполнолетних. Уже неколький месяц у местовой же хары разом означают тут святы. Нам соседних домов звонят, спрашивают, как мы что организовали, как это получилось, потому что они хотят построить тоже аналогичное. У нас очень весело. Вообще вот эти все сборы так сдружили наш двор, что мы рады даже, что все так получилось. У нас вот просто любой праздник, даже вот нам скучно, мы говорим, давайте выйдем, организуем что-нибудь интересное для детей. Мы выходим и просто все вместе проводим время весело.